Ибо вновь пришитый отдерет от старого, и дыр будет еще больше, и не вливает та же вина молодого в мехи ветхия, прорвет и убежит. Я скажу мое видение этого. Когда я просчитал первый раз, я не мог понять, почему зашили дыру, вдруг надо отдирать. Вот у меня дыра, вот заштопал я, и хожу уже не один год. А чего бы я отдирал-то? Я не могу никак понять, что это такое. Оказывается, это не просто прорвалась дырка, а вся одежда, говорят, цеплять не за что. Ты взял хорошие днебеленные, они говорят, это означает некрашеная, неизведенная краской. Это, оказывается, надо знать. Когда дратву делаешь, дратву делаешь белые нитки, а если черная, она не крепкая, она черной краской уже изведенная. Так что учение Христа ничем не подкрашено, оно чистое крепкое и крепкое человеческое, природе не представляется. Вот будет совершенно ни одного места нет, вся не старая, ветхая одежда, а ветхая, близко к уничтожению, по-моему. Только осталось выбор. Но я еще думаю, а может быть я золотая. И начало, и получилось, что отцепляло, оно и то отцепило и оторвало. Эта дырка получилась больше, вместе с нитками и то пошло. А заплату жалко, теперь я отодрал, и это мне заплата сгодится. Чего я такой кусок материи буду терять-то? И Христос это сказал, когда речь шла о посте. Пост настоящий для спасения души – это новая заплата. А к ветхой человеческой природе не приложишь. Вот эти православные посты, они как будто, я уже говорил раз, они не установлены Христом, но в них есть смысл. Для нашей человеческой природы все, что нас утесняет, уши в ход, делает тяжело в учении, легко в бою. Но все-таки речь идет о ветхом, дамовом состоянии и невозрожденной душе. И вот начинаешь говорить простые, кажутся, истины, человек не принимает. И начинаешь рожать. Чего же не принимать? Я пытаюсь пришить к нему это, бесполезное дело. Надо обновить все, чтобы все было новое. А вот это новое дает Христос. И надобно вам родиться выше. Родиться выше, то есть, ну, заново выпустить материю. Вот если старую материю ее взять, а потом там переработать, добавить, она получится, как старый треснутый сосуд, его разбивает в куски, вот так говорит, золотой сосуд, бросает в печь, это то же самое сосуд, но это другое совсем. И так и смазываемся те же самые. Но видение наше, все будет другое. Мех. И сегодня все такое мех-то. Она знает целлофановый мешочек, она знает. Бутылку там целлоидную капроновую знает, а тогда этого еще не было. Натрезали лапки у животного и ремешком. Там завязывали дырка, где горло было, горло и забыделанная шкура, туда наливали. И эти мешки назывались мехами. Этими мехами обвешивали осла, и он в основном прилегает, изгибается. Но ясное дело, что и запах оставался. А если так разобраться, химии никакой нет, оно никакого не было. Это мы сейчас привыкли к такими материалами, которые не продлились. И вот новое вино, учение Христово, влить старое, не выдержит. И человеку начинаешь рассказывать. Вот ты понял, что бороду брить нельзя. Простенькая, маленькая. Ну посмотри на скону, все с бородами. Ну ладно. Через день реча сбежу, он опять бреется. Невозможно влить. Начинаю говорить о Слове Божьем. Надо каждый день заниматься Словом Божьим. Господь говорит, в Третье Писание. А еще все его исследовать-то. Взял, да и считаю. А нанивается. А когда душа переродилась, и все, снова, знаете, например, непрестанно благодарить, а что я буду благодарить-то? За что? Ну ты ограбили, ничего нету, и платить за квартиру столько за все, Боже. Понимаешь, за все. Это не я придумаю. Вот образовалась сегодня новая партия, Великая Россия. Сегодня она возникла. Опять. Еще. Ну и что? Я знать не знаю. Я благодарю только Бога. Я знаю, великая будет в судный день перед Христом и во Христе. А все остальное, богатство, золото, тысячи тонн, это ничего не значит, если это не во Христе. А если это во Христе, тогда человек понимает, новая природа мне повелевает быть подобным одному и удивительному человеку, который на смоковницу залез. Все знали его, как человека, который только тянет к себе. Рука его распростерта к принятию и сжатой была при отдаче. Еще из него возьмешь, все, кулаки держишь. И мгновенное изменение. Половину имения раздам. Вот сейчас говорят, у него 20 миллиардов. Представьте сегодня, 10 миллиардов уже нету. А кого я обидел? Обидел те, которые работали на производстве, недоплатили. Откуда бы эти такие деньги-то нечеловеческие, шальные это. Четыре раза, и завтра бедный пошел бы по миру. Это новая природа. И в нее можно включать теперь вот такие слова, Господь говорит, любите ближнего, как самого себя. И далее, мстите врагам. Да как мстить, они вот, да как бы Сергий Радонин собирает, Куликова поля бы не было, не надо его было, оно не нужное было. А по-вашему воевать не надо? Не надо. Не надо. В Золотой Орде там такие беды были, они друг друга убивали, это все рухнуло, как обычный режим был. А ты не понимаешь новое вино, смирение, любите врагов. Молитесь за врагов, молитесь. Это самое лучшее. И мы молимся, и остановились на этом месте, и молимся. Что будет дальше? Вот то, что я вам говорю сейчас, примет только тот, кто у кого новые. Мы большую заплату хотели бы пришить, прикрыть старое, а не получится. Ты не пей, ты не греши, ты люби, ты заботься, а тещь, ничего не получится. Там огромная дыра везде, что? А вот все неурядицы, дети бегут из семьи. Это ничего не сделать, пока люди разродятся во Христе. И никаких социальных служений, какие бы ни придумали люди, нельзя придумать, которые привели бы человека к полному изменению. Обстановка изменилась, он совершенно другой. Сегодня он хороший, вместе работает, завтра один другого поднимает руку и убивает. И он завтра скажет страшные случаи, которые я узнал от гостя из его книги. И он не может ответить, а почему так? Я говорю, не было рождений выше. Пока человек не переродится, эти заплаты можешь на него не накладывать. Ты их отдирать будешь. Я тебе сказал, да зря, как же феррицом бросил. Это объясняет Благофилак. Говорит, пост не могли принять правильные ученики. И пево снисхождение, потому что тогда был с ними Христос. А старая миссия, это слабость учеников. А мы счастливые учеников находимся. Вот если человек не родился, а у него все время будет что-то чем-то недоволен, а человек, который любит Бога, боится, ему ни одного замечания у нас в обществе, ни одного замечания, ни по одежде, ни по чем, ни по опозданию. Он понимает, его нельзя делать. Мой страх Господь, это община, это брат твой, я его люблю. А если человек не рожден, а ему каждый день, каждый день, говори, он все время считает себя ущемленным. Он тамит, ему куда-то надо выехать, бросить общину, уйти. Ну, нельзя сделать. Как бы я его не любил, что бы ни пытался, это накладывает на ветхую одежду новые заплаты. И надо принять как есть. А одно только. Проси Бога, чтобы обновилось все в тебе. Премудрый Сирах говорит так, 4.13. Где мы должны делать снисхождение? А речь о чему снисхождение? Ну, потому что не сразу в один обновляется человек. Не сразу. Один только услышит, сразу принял. А другой постепенно приближается. А он все еще свет хаядер. И сразу на учеников наложить это иго нельзя было. А теперь я буду взят от вас, Христос, говорит, и тогда они будут исполнять. Будут посидеться все дни. Хотя бы родитель твой и оскудел раму, но ты имеешь снисхождение и не пренебрегай при полноте силы твоей. Я это место специально беру для того, чтобы знали, где мы должны делать это снисхождение. Господь делает снисхождение. Потому что подошли ученики фарисейские, ученики Иоанновы, и они начали недовольство высказать. Мы постимся много, они не постятся. Они еще не знали, что настоящий пост. Пост это воздержание от всякого рода зла, от греха. А они к этому не приблизились. Почему слово «парисей» стало нарицательным. Я все внешне могу исполнять, а внутри полны вертмежности, ощущения и костей. Одно лицемерие. Ипписянам. 6 глава 9 стих. И вы, господа, поступайте милостливо снисхождением, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия. Оказывается, мы все должны... Бывает, у нас снисхождение... Вот ребенок требует тоже снисхождение. Он еще не может это в себя вместить. Вот я все время покоюсь от детей. Ну прошло 20 минут, ну найдите это место такое, войти в комнату. 20 минут ребенку это уже много. 25 это уже за предельно. Он стоит, да, он научился стоять. А вот смотрите, в первой книге «Царс», мы читаем, в 17 главе, когда отрок юноша, совсем молодой был, Давид Толл, и он услышал, как поносит Голиаф боже народ, и он возревновал, и Саул его подорвал, и одели его, и одел Саул Давыда твои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и стал Давид сходить, и снял себя, говорит, я не привык к этому, я могу в этом. И вот все это сдавило и стесняло. Вот эти оковы, мы пытаемся наложить на ребенка, он не может это понести. А вновь, пришедший по всей строгости, мы не можем с него что-то спрашивать, к чему мы привыкли. Да, посты обязательные, форма это, никакой трудности в этом нет, а что-то церковное, о чем мы говорим, человек не может, надо смотреть на это, снисхождение. И Давид снял себя, и развернулся, и оказался годным для победы. Ременов 6,6, зная то, что ветхий наш человек, распят с ним, чтобы упразднить, упразднена была тело греховное, вот как устраняется ветхая одежда, распят с Христом, а раз распятый, там и воскресенье. Я тебе что-то раздражаю, читаю, Слово Божие не вмещается, недоволен, порядок выход находить надо, только вот в этом месте. Господи, ветхое мое, Бунтует, помоги мне это все, не свернуть с меня, чтобы Слово Твое, то я слышу, оно имело во мне место, и не прорывало в ропоте. И Рименам 7,6, служить Богу будем в обновлении Духа, а не в ветхой буквы. Вот она, новая одежда, в обновлении Духа. Ты на все будешь смотреть глазами Господа. Как на это смотрят? Что-то сегодня сказали, сразу начинают обсуждать. Ты, по Слову Божию, сверстя, как это будет? Я говорю, звонят иногда, спрашивают, я не знаю, сколько у меня звонков было, из далеких-далеких стран, из-за океана. И прямо удивляешься. А когда говорят так долго, уже полчаса говорит, представьте, сколько же вы тратите? Ладно, это не ваше дело, вот такой вопрос, такой, ничего не могу сделать. Я не могу вам помочь. Я вливаю в мещи из океана вас в ветхую природу. Надо народиться свыше. Вы начнете работать, просите Бога. Ну я же в церковь хожу, а сейчас у меня отношения с сископом плохие, они вот на объединение идут, я не хочу работать. У меня с пищиком были хорошие отношения. У нас тоже были плохие, у нас наоборот. У них были хорошие, стали плохие, а у нас были плохие, стали хорошие. Почему? А мы в самый центр болезни. Все в тебе. Начинай просить и у Бога рождение свыше. Так никаких обидий будет, ни пустой ревности, даже по делу ревности, то надо знать как. Послание к Ипсианам 4.22. И он говорит, вот путь, отложивший прежний образ ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. А как он и сливает? Так она же накрасилась, пошла, все сохранено в обольстительных похотях. Отложивший прежний образ ветхого человека. Сколько надо исследовать? А какой ветхий человек? Плость ищет противного духу. Помышления плотские, вража против Бога. Когда в последний раз мы об этом рассуждали с нашим столом? Присылает нам материал очень удивительный, как детей, чтобы они были гениальными, на первый месяц беременности вести себя в последний, чтобы мать есть, что ребенку давать. Год уже начинает учить и на самом языке музыки. Все это хорошо. Но я так и не нашел прислали рассказ нам из Греции. А где же о Боге пойдет? Да, девчонка чемпионка, по шахматам, все. А Давид третнее это искал. Он не был таким чемпионом. Вот если хочешь ребенка, я в это верю, что ребенок слышит. Пой, священный псалмы. Молись. Ребенок не понимает, но ты дома слух молись. Я помню, когда мать речитативом считала, а мы лежим. Так складка, а все это сохранилось. Чтобы в ребенке, на том пути, который еще не радун, как говорят на генном, у него церковные, он не понимает здесь, ну хоть кровать поставьте, пусть он отдыхает, но пусть эти руки вливаются, пусть он видит выход священника, пусть чувствует органовое боняние, запах ладана, он же православный, продвигать вперед. Пусть он все это впитывает в себя. Колостином 9. Я читаю места, которые говорят о том, как избавиться от ветхой одежды, чтобы заплатки не наснять. То, что я иногда останавливаю человеку, говорю, это заплатки, представляем. Приходу в день, опять тоже, ну я же себе говорил опять. И вот стоят на молитве, как мои ребятишки, я вижу, пальцами перебирают дети, поиском, и говорят, включите детей, а ты-то взрослый, не шевели пальцами, отхолаживайся, и глазами никуда не смотри, опусти глаза долу, или стой, сосредоточься. Ты меня никогда не убедишь, что стоишь, как попал, а вот так ногу расслабляешь. Не стой, как жураль на болоте, Григорий говорит, для ноги, чтобы ровно стояли, пятки сожри вместе. Ты перед великим ровном стоишь. И ты меня не убедишь, что ты дома молишься, много поклонов делаешь. А то, что у тебя дома, это здесь выявляют, а ты не замечаешь. Ты пришел сюда с тем, что у тебя дома было. Здесь-то всего, только три часа каких-то, а дома-то ты проводишь неделю целую. Итак, Павел говорит, «И не говорите лжи друг другу, совлекших бедшего человека с делами его». Нигде никогда наималейшей лжи не говорите о том, что бедшем человеке. А новый знает, лошадь дьявола, никак и не могу сказать. Несмотря на то, что тебе хотелось бы, как будто пользу, заступиться за родного, за близкого, не касайся этого вопроса. Лучше промолчать. Два варианта. Молчать или говорить правду. И ничего, кроме правды, совлезших бедшего человека. Кримином 12.2. И не совлезуйтесь с веком Сим. Значит, тебе надо знать, что там в религии делается. Но преобразуйтесь в обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная в обновленном духе выслужить. Сколько же у нас работы волю Божия познавать, а как Бог думает, а как Бог к этому относится. И воля Божия всегда благая, угодная, совершенная и преображаться обновлением ума. А что вы кончали? Я помню, когда я боролся к Богу, у меня постоянно, я всегда был свидетелем Иисуса в визах и везде. В любой беде я спрашиваю, а что вы кончали? И не под обедом не убедись человека, что я ничего не кончал. Я просто...